Любая болезнь это стресс, но есть диагнозы, при которых пациент теряет способность ходить или говорить. Физические ограничения давят на моральное состояние. Многие замыкаются в себе, вместо того, чтобы активно заниматься реабилитацией. В таких случаях на помощь приходит эрготерапия. По данным врачей, с помощью этой методики восстанавливается до 70% пациентов. Футуристический костюм как будто снят с супергероя. Дарит Наталье то, что для неё пока сверхспособность. Ровный шаг. Пациентке чуть за 40 и у неё рассеянный склероз. Заболевание нервной системы имеет самые непредсказуемые последствия. От лёгкого онемения конечностей до паралича. Лекарства от сложного диагноза нет, но есть шанс замедлить течение болезни. Для этого врачи используют экзоскелет. Занятия в таком каркасе помогают вернуть мышцам утраченные функции. Пятое занятие. И я уже стала правильно ходить. Тогда я заходила на прямых ногах, а теперь я уже делаю правильные движения. Пациенты настроены очень позитивно, потому что для них это интересно. Они это не видели раньше. Это ещё биологическая обратная связь, когда пациент вовлечён сам. Он сам управляет и он понимает, что от него зависит, как у него получится то или иное действие. Новейшие технологии в эрготерапии стали использовать относительно недавно. Но эффект потрясающий. Ведь основная задача этой области медицины – всеми возможными способами попытаться вернуть пациента к нормальной жизни. Научить его снова быть самостоятельным, заниматься любимым делом, общаться, а в некоторых случаях и вернуться к работе. Методика эффективна при нарушениях опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговой травме, после перенесённого инсульта, онкологии и диагнозе паралич тела. Эрготерапия – это комплекс мер, включает в себя несколько направлений. Психологию, педагогику, социологию, биомеханику и физическую терапию. Спасибо. Сама выбирала. Ярко-красная гербера своему любимому врачу в честь заключительного занятия. У четырёхлетней Полины нейроонкология. После удаления опухоли головного мозга ребёнок без помощи родителей не мог держать голову и принимать пищу. Диана научила свою маленькую пациентку быть самостоятельной. Смотри, ты сегодня молодец. У тебя 14 ложек уже сегодня получилось. Молодец. Я тебя тоже похлопаю. 45 минут в компании эрготерапевта Полина много рисует, играет и общается. Это важная часть терапии. Для каждого пациента она уникальна. Прежде чем составить план лечения, необходимо выяснить индивидуальные особенности человека. Привычки, интересы, бытовые условия жизни, психологическое состояние. Здесь большая работа проводится с родственниками больного. Именно от этого зависит результат восстановления. Например, Поле очень любит животных. Для Дианы это важная зацепка. Ребёнок тоже привык, ему комфортно. Мама его кормит, всё замечательно, ничего меняться. Но тут приходит эрготерапевт с весёлой собачкой, которую срочно нужно накормить. А собачка капризная, она не кушает просто так руками. Ей надо, чтобы её с ложки кормили. И ребёнок включается. А потом уже это всё плавно переходит в жизнь. И это и есть наша цель. Ещё одна задача эрготерапии — помочь пациенту принять свой диагноз. Когда болезнь застаёт человека в расцвете сил, у него возникает сильнейшая психологическая нагрузка. Конечно, во многом помогает психолог, но это только часть реабилитации. Необходимо научить пациента жить со своей болезнью. При этом максимально комфортно. Не совсем обычный медицинский кабинет. Больше напоминает жилую квартиру. А точнее, здесь всё обустроено так, чтобы пациент чувствовал себя как дома. На этом этапе реабилитации отрабатывают бытовые навыки. То есть врач помогает пациенту научиться заново. Например, элементарно открывать дверцу, шкафы или наливать стакан воды. А вот для 18-летней Марии Первушевой жизнь кардинально меняется в лучшую сторону, когда она танцует. Девушка больше 10 лет профессионально занималась танцами. Несколько лет назад Маше поставили страшный диагноз — онкология. Врачи удалили девушке зону мозга, отвечающую за поддержание позы и равновесия. Первое время специалисты давали безнадёжные прогнозы. Пациентка вряд ли сможет ходить. А про танцы можно и вовсе забыть. Запрос у нас был, когда мы сюда приехали. Конечно, начать ходить без поддержки. И совершенно фантастический запрос, что «А если снова начать танцевать?» Чудо произошло после двух недель занятий с эрготерапевтом. Маша вновь затанцевала на уроках ритмотерапии. Целебные действия на девушку оказали специальные упражнения под музыку. Врачи не сомневаются, такой мощный эффект дала правильно подобранная программа реабилитации. В том числе и лечебная физкультура. А если быть ещё точнее, Маше позволили делать то, о чём она мечтала даже больше, чем ходить. Вся великая загвоздка заключается в том, чтобы разобраться, в чём качество жизни. У вас одно качество жизни, у меня другое. И восстановление двух примерно одинаковых субъектов будет идти по разному пути. И с разным привлечением к этой работе разных специалистов в разном количестве. Поэтому реабилитация — это формально наука о качестве жизни. Эрготерапевты признаются, каждый пациент — для них загадка, которую необходимо разгадать. Яркий пример — Мария из Санкт-Петербурга, которая пришла к ним, опираясь на маму. А сегодня она уже танцует и мечтает стать биологом. Этим летом девушка успешно сдала ЕГЭ и продолжает идти вперёд, несмотря ни на что. При этом врачи напоминают — эрготерапия не лечит болезнь, а возвращает, так сказать, вкус жизни. И чем раньше для пациента начнётся реабилитация, тем выше шанс сделать его максимально насыщенным.